На смену жаре пришли дожди, лесничи успокоились, но, несмотря на это, пожароопасное состояние в республике сохраняется. Министерство природных ресурсов издало указ об ограничении посещения лесов до 18 июля. Наша съемочная группа побывала в завожье и выяснила, как леса охраняются от пожаров. Александра Николаевна за 50, но каждое утро она поднимается на эту вышку высотой 35 метров. Здесь лес оказывается как на ладони, и можно увидеть любое происшествие. 100 градусов в сторону Росинки. На территории нашего лесничества 4 действующих вышки. На самом деле вышка в борьбе с лесными пожарами, в обнаружении места возгорания, играет очень важную роль. Вышки имеющиеся, они распределены на территории нашего лесничества таким образом, чтобы проглядывалась вся территория. Летом работа у лесников прибавляется. Одной надежды на дождь мало. Поэтому на старше леса доходится специальная служба по охране природы. Я так думаю, что уменьшение количества пожара – это, конечно, в первую очередь погодные условия. Но я считаю, что готовность наших специалистов к тушению лесных пожаров, наша работа, наша проводимая нами профилактическая работа, очень большую роль играет. Одна из профилактических мер – ограничение въезда в лес. У поста каждого посетителя встречает патруль. Будьте внимательны и аккуратны. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Всего хорошего. Людям на помощь приходит современное оборудование. Так, после 2010 года Чебоксарскому участку лесопожарной службы было выделено 10 единиц техники. Самым удобным и быстрым для патрулирования является снегоболотоход. В арсенале в лесничих есть и другие полномочия. За противоправные действия совместно с полицейскими они могут накладывать административный штраф в размере от 500 до 5000 рублей. Благодаря ответственности и бдительности бабы Шуры, как ее называют лесничьей, в заволжье в этом году не произошло еще ни одного крупного пожара. Она всегда на посту. И можно быть уверенным, что лес находится под надежной защитой. Анастасия Масляева, Николай Яковлев, Республика.